Добрый день, мои дорогие друзья! Я уверен, что вы обожаете котиков, не так ли? Все любят таких вот милых, пушистых созданий. Как вы думаете, они вас любят? Да, я решил поиграть в... Баблкэтс. Однако я прошёл Японию, накопил достаточно кошачьей еды и открыл темпу. Но мне не выпало ни одного юбера. Поэтому это прохождение без юберов. Естественно, первые два мира проходятся вообще без каких-либо проблем. И в процессе их прохождения мне выпал наилучший юнит из гачи. Это редкий кот, кот-рокер. Эээ, бля, лобота-мия! Лобота-мия, бля! Луна третьего мира оказалась достаточно сложной. С первой попытки я не смог её пройти, поэтому я подобрал отряд против летающих, против конкретно Банбана. Но у него осталось 36% ХП. И я решил возродиться с помощью кошачьих баночек. Затем я начал проходить мир будущего, но застрял на Великой Бездне, никак не мог пройти голову. Поэтому я стал качаться. После получения третьей формы зомби и получения третьей формы рокера, я решил попробовать пройти ивентовую третью форму для кота на машинке. Но это не вышло. Ну и вот, после всей этой прокачки я наконец-то смог пройти голову. Затем прошёл стадию с эволюцией кота-самурая, потратив очень много баночек. Также эволюционировал Юрасика. Он мне очень поможет формить билетики. Но билетики мне нужны для, например, третьей формы ног, чтобы бороться с пришельцами. Следующий непростой уровень — это Гренландия. Там у нас очень много медведей-пришельцев. И в первую попытку я не смог это пройти. Но затем я просто взял очень дальнего кота, кота-хакера. И с помощью него очень даже просто прошёл эту Гренландию. Ну и оставшиеся самые сложные уровни — это летающий континент и луна. Летающий континент вышел намного проще, чем я ожидал. Это было невероятно легко. Ну а луна... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и всё. Первый мир будущего пройден. Собраны все сокровища с первых трёх миров, а также с мира будущего. Ну и, конечно же, собраны сокровища зомби с первых трёх миров. Теперь, наверное, можно собрать диких, очень злых и бешеных котов. Затем я зачем-то прошёл... Потратил миллионы-миллионы кошачьей еды и прошёл зачем-то циклон ангельский. Ну, бывает. Получил абсолютно бесполезного для меня юнита, но бывает. И прошёл некоторые третьи формы. Многие третьи формы я не записал, которые я проходил, но вот эту вот записал. Ну, а теперь оставшиеся бешеные котики. И только посмотрите на это. Я накопил на тенпульчик. Посмотрите, что мне выпало. Да, всё. Теперь это прохождение не без юберов. Но я их юзать не буду. На самом деле, это не все юберы, которые у меня есть. Мне ещё выпало два, которые я не записал. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот. Вот эти вот пять юберов. Правда, одного из них я потрачу, чтобы прокачать корову. Ну, бывает. После бешеных котов я прошёл половину второго мира будущего. Ах, шут. И мы снова идём. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот демонюга была намного проще, чем голова, если честно. Не знаю, почему так вышло. Может быть, потому что я прокачался сильно. А может быть, он в принципе проще. Но, в любом случае... Вот такая вот у меня прокачка. Можете посмотреть всех моих юнитов. Вот. Спасибо за просмотр вам, ребята. С Новым Годом, ребята. Пожалуйста, пишите, что делать с этими юберами. Я и пока что их в холодильнике храню. Вот. Пожалуйста, пишите, что делать с этими юберами.